МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Устранить до конца недели ГАТИ выявила недостатки в самарских дворах. Герои среди нас в Самаре честовали тех, кто готов и в горящий дом войти, и спасти утопающего. Хорошо спелись. Самарский хор представит регион на Всероссийском хоровом фестивале. Городская административно-техническая инспекция провела повторную проверку состояния дворов города. Напомню, на прошлой неделе практически в каждом районе города выявили недостатки на придомовых территориях. Среди частых нарушений вовремя неубранный мусор, сломанное оборудование на детских площадках. На нарушители составлены административные протоколы. Сейчас остаются 58 дворов, где выявили недочеты. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил навести порядок до конца недели. Это касается директоров управляющих компаний всех, без исключения карликовых, больших, малых и крупных. До пятницы, Сергей Викторович, проверить эти дворы и навести порядок. Герои в обычной жизни. Люди способны обезвредить преступника и броситься спасать утопающего. В Самаре уже третий год вручают городские награды за самоотверженность, за заслуги в воспитании детей. Слово Марине Кравцовой. Шесть лапочек дочек, старше 14, младше 2 года. В большой семье Сиплавиных Ольга одна воспитывает дочерей. Женщина Овдовела. Старшие дети помогают по хозяйству, занимаются спортом, прекрасно учатся, участвуют в конкурсах и олимпиадах. За настоящий материнский подвиг Ольге Сиплавиной вручают почетный знак за заслуги в воспитании детей. Чем больше детей, тем больше любви в семье. Дети – это счастье. У нас в семье очень много счастья. Такие же награды получили еще две семьи. Почетные знаки вручают родителям, которые совмещают успешную карьеру, общественную деятельность и достойно воспитывают нескольких детей, становясь примером для подражания. Будем стремиться к тому, чтобы молодые люди, воспитывающиеся на вашем примере, росли в достойных условиях. Благодаря поддержке губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, строятся и создаются учреждения образования, культуры, спортивные объекты. Словом, создаются новые возможности для реализации талантов и творческих способностей наших детей. Крепкие дружные семьи в Самаре чествуют уже третий год подряд. Нет более святой и желанной профессии, чем родительство. Именно это символизирует наша муниципальная награда. И мы надеемся, что она внесет свой вклад в повышение престижа семейных ценностей, идеалов крепкой семьи. Наградили и жители Самары, чьи поступки попадают в выпуски новостей. Пожарный Дмитрий Егоров практически при нулевой видимости, когда все было в дыму, спас из горящего дома ребенка и помог выбраться двум пожилым людям. Алексей Кабанов спас тонущего человека в Гонконге. Борис Фетисов обезвредил преступника, который пытался ограбить цветочный магазин. Эти бесстрашные люди награждены почетными знаками за самоотверженность. Хотя, сами говорят, ничего особенного не совершали. Просто так воспитаны. Не могут оставаться в стороне, когда людям нужна помощь. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Серые генералы фирм и компаний. Их работа, на первый взгляд, незаметна, но от них зависит успех всего предприятия. В Самаре подвели итоги межрегионального конкурса профмастерства. Лучший менеджер по кадрам. За первую премию в 5000 рублей в 11 номинациях соревновались почти 300 специалистов. Легко ли быть высококлассным кадровиком, узнал Сергей Кизоркин. Кадры решают все, так считает Алевтина Голдинова. Кадровик со стажем ежедневно решает главную задачу своего предприятия. Налаживает микроклимат в коллективе. Чтобы не только работа ладилась в отдельном подразделении, но и отделы работали между собой как единый механизм. Участвуют во всем, от соцсоревнований до корпоративов и знают секрет успеха. Нужно честно относиться к своей работе и честно относиться к людям, с которыми работаешь. То есть здесь недопустимо быть неискренним. Я стараюсь сделать все, чтобы людям было удобно работать. Соответственно, они мне верят и мы взаимодействуем. Кто лучший хэндхантер, то есть охотник за специалистами в отдельно взятой отрасли в Поволжье, определил самарский конкурс профессионального мастерства. Кроме местных кадровиков, за победу и приз в 5000 рублей боролись номинанты еще из 8 регионов в 11 категориях. Управление персоналом, корпоративная политика, организация труда, развитие персонала, трудовое законодательство, обеспечение организации персоналом и его занятости. Каждый член жюри отдельно оценивал конкурсные работы. Баллы складывались. Так получался рейтинг призеров и победителей. Еще одна новинка конкурса профмастерства. Работы были безымянными, они шли под номерами. И только после выставления всех оценок лот вскрывали и становилось ясно, кто лучший кадровик по Волжье. Самарские специалисты заняли пять первых мест. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. В день эколога и Всемирный день охраны окружающей среды, филармонии, почетные грамоты и благодарность от губернатора, а также звание эколидер получили самые активные защитники природы Самарской области. В регионе уделяют большое внимание сохранению природных богатств и решению экопроблем. Активно ведется берегоукрепление больших и малых рек Волжского бассейна. Определены природоохранные зоны. Восстанавливаются лесные массивы, решает экологические проблемы и крупный бизнес. Он не только соблюдает законодательство, но и сам инициирует ужесточение стандартов природоохранной деятельности, внедряет безопасные технологии. 17 лет в Самарской области проходит конкурс «Эколидер». В этом году было 11 номинаций и почти полтысячи заявок. Самарцы победили в номинациях профи, СМИ, образование и промышленный гигант. С профессиональным праздником экологов от имени губернатора поздравил председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. Обеспечение благоприятной среды обитания и сохранение жизни и здоровья россиян является сегодня приоритетными направлениями государственной политики. В Самарской области, где сосредоточены тысячи предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической, нефтегазовой промышленности, вопросами экологии уделяется самое пристальное внимание. В губернии налажена действенная система охраны природы, расширяется строгий контроль за соблюдением требований природного законодательства и деятельности промышленных предприятий. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре продолжаются поиски 12-летней жительницы села Яблоневый Овраг. По предварительным данным на берегу реки Чапаевка найдена одежда и обувь пропавшей. Дарья Тарасова ушла из дома 2 июня в пятницу. Около часа дня девочка отправилась купаться и не вернулась. Всех, кому что-либо известно о пропавшей, правоохранители просят сообщить в полицию по телефону 020 или по телефонам на экране. В Самаре возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании. Прокуратура железнодорожного района провела проверку законности расходования руководством ТСЖ «Уют-71» средств жильцов дома, предназначенных для проведения текущего ремонта. Выяснилось, что ТСЖ заключила договоры на проведение ремонта с двумя компаниями и оплатила им работы в полном объеме, тогда как ремонт был сделан лишь частично. Сумма ущерба жильцам дома превысила 42 тысячи рублей. В России в полтора раза подорожают водительские права нового поколения и биометрические загранпаспорта. Так, госпошлина на права возрастет до трех тысяч, на паспорт – до пяти тысяч. Также будет увеличен сбор на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет – до двух с половиной тысяч рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного – полторы тысячи вместо пятисот рублей. Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать расходы на изготовление документов, поясняют в МВД. Восходы до Ширяева временно ходить не будут. Это связано с резким ухудшением метеорологических условий. Изменение в расписание внесено со вторника 6 июня. Рейс «Самара-Тольятти» будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. «Самара-Сызрань» и «Тольятти-Сызрань» по выходным. Ложная тревога. В понедельник в 18.20 из-за технического сбоя в работе автоматизированной системы оповещения «Самары» произошел незапланированный запуск 12 электросирен на территории города. По данным МЧС, неисправное оборудование уже заменено. Система оповещения в «Самаре» работает в штатном режиме. «Самарский хор» будет представлять Приволжский федеральный округ на Всероссийском хоровом фестивале. Коллектив детской музыкальной школы имени Чайковского занял первое место на межрегиональном этапе в Нижнем Новгороде. Сейчас хор готовит новую программу. На репетицию к ученицам музыкальной школы заглянула Олеся Корецкая. Поют словно про себя. И девицы-красавицы, и друженки-подруженки. Хору «Гармония» больше 60 лет, но он вечно юный. Самым маленьким участникам 8-9 лет. Очень большой хор, и мы делаем групповые поездки и пытаемся добиваться большего. Последние пять лет коллектив активно выступает в Самаре и за ее пределами. В прошлом году привезли золото с хоровой Олимпиады в Сочи. В этом стали лучшими во всем Приволжском федеральном округе на конкурсе в Нижнем Новгороде. В хоре почти 40 участников. И хотя они очень юные, уже понимают ответственность, которая ложится на плечи всего коллектива, признается их руководитель. Это очень чуткие, гибкие, наоборот, еще и не закостенелые. Они очень легко воспринимают информацию. Всегда ставим себе очень высокую планку и стараемся прыгнуть выше своей головы и стараемся сделать лучше, чем в предыдущий раз. Мне очень нравится наш коллектив. У нас много разных, разнообразных произведений. У нас царит такая особенная атмосфера в хоре. Первый раз мне было сначала страшно выступать, но затем я поняла, что вместе мы все сможем. Поют русские народные песни, российские и зарубежные классические хоровые композиции, детские песенки, современные эстрадные произведения. Сейчас готовят программу на финал Всероссийского хорового фестиваля. Он пройдет в Москве осенью. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Поощрили за активность. Волонтерам сегодня показали, как идет строительство стадиона Самара-Арена. За успехи в спорте и творчестве 50 юных самарцев в течение года будут получать стипендии городского округа Самары. Читают стихи Пушкина и о Пушкине. Сегодня в России отмечают 218 лет со дня рождения великого русского поэта. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова